День донора. 10 утра. Сдавать кровь пришли несколько десятков человек. Многие получили грамоты от Министерства здравоохранения. И у каждого свои причины стать донором. Я прихожу сюда третий раз. Хочу помочь другим, потому что у меня очень редкая группа крови. Среди этих добровольцев есть и почетные доноры Приднестровья. Сергей Костенко сдал кровь более ста раз. У меня простой идет. У меня мать почетный донор. И я, и сестра тоже. У нас простой идет. Самая лучшая кровь первая положительная у нас. С первого дня, с 18 лет сдаю. Понижаешь. Во-первых, организм очищаешь. И людям помогаешь. 4000 литров. Примерно такой объем крови врачи республиканского центра ежегодно передают в медицинские учреждения республики. Потребность во время хирургических операций непредсказуема. От 50 граммов до 3 литров. Сегодня центр обеспечен всем специальным оборудованием, говорит его главврач. Например, в этих холодильниках при температуре минус 40 хранится плазма крови. Ее применяют при серьезных потерях и остановке кровотечения. Последние несколько лет у нас показатели заготовки крови стабильны. На сегодняшний день наша основная задача – это изменение структуры донорства. Именно переход от доноров-родственников к добровольным, безвозмездным донорам. Капля крови – капля жизни. По статистике, 160 доноров дают возможность 500 больным получить реальную помощь. Поэтому сегодня развитие донорства сотрудники центра называют самым важным направлением работы. Татьяна Ивашенко, Елена Певнева, Александр Чабан. Первый республиканский телеканал.